Экономика по-русски. Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин, напоминаю, телефон прямого эфира 8495-788-107-0. Я начинаю последний кусочек нашей передачи сегодняшней и отвечаю на предыдущий вопрос. Да, действительно, украинские элиты уже абсолютно прозападные, переубедить их невозможно. Они будут стоять стеной, им совершенно наплевать на интересы граждан, им абсолютно наплевать на интересы Украины. Они хотят только одно, они хотят получить гарантии своих денег, ну и собственно всего гарантии сохранения своих денег, которые они уже частично заработали, а по большей части украли и соответственно своего статуса. Но статусом они еще готовы поделиться, если останутся деньги. Они вполне себе хотят быть западными миллиардерами. Они только боятся, что если на Украине придет другая власть, то она может их, соответственно, деньги отобрать. Поскольку, еще раз повторю, значительная их часть получена совсем легальным путем. Но я повторяю, ссылки на то, что российские элиты тоже компрадорские, не имеют никакого отношения к ситуации с украинской экономикой. Если Украина вступает в таможенный союз, кризис там заканчивается. Это не имеет никакого отношения ни к российским элитам, ни к Компрадору, ни к Западу. Это просто факт. Да, вот из этого нужно исходить. Здравствуйте, послушайте. Алло, добрый день. Это Марк. Михаил, можно вопрос. А насколько легитимно не разрешать товары Украины и запирать на границы с Россией? Первое и второе. Я, насколько знаю, там депутаты сами голосовали за то, чтобы Украина не входила в таможенный союз, а пошла в Европу. Насколько это легитимно, чтобы запрывать? Ну, депутаты уже, как известно, да, кто им дал денег на выборы, те и определяют их политику. И в этом смысле депутатам наплевать. Теоретически Украина может попытаться денонсировать. Вот она вступила в зону свободной торговли, а потом пришли новые депутаты и денонсировали этот договор. Но проблема в том, что в этих договорах везде написана плата за выход. Всегда, как только у вас требуют плату за выход, вы задумаетесь, может быть, это мышеловка и выход обратно вообще. А что касается ситуации на границе, еще раз повторю, никто не нарушает никаких законов. Но просто одно дело, когда у вас идут 10 фур, и вы так открываете одну из них, а может быть, и даже не открываете, только смотрите на документы. Совсем другое дело, когда вы говорите, да-да, конечно, вот у нас тут написана инструкция, в ней написано, все нужно досмотреть, и вы начинаете все досматривать. Еще раз повторю, это не нарушение даже инструкций. Это, наоборот, скрупулезные им следования. Другое дело, что товары через границу в такой ситуации не идут. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Михаил, у меня вопрос. Можете дать прогноз такой? Янукович, значит, выступал перед выборами, да, когда он избирался президентом, сказал, что я обещаю украинцам, что у них будет безвизовый режим с Евросоюзом. Вот как вы думаете, он этого добьется? Ваш прогноз? Я думаю, что нет. Во всяком случае, до тех пор, пока Украина в безвизовый режим с Россией. То есть, иными словами, Украину заставят ввести визу, разобьют семьи. Ну, это очевидно совершенно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, я слушаю. Алло. Алло, здравствуйте, вопрос хочу задать. Ну, я слушаю, задавайте. Алло. Задавайте вопрос. Здравствуйте, задаю. Значит, больше из теории вопрос. Задавайте вопрос. Алло. Значит, больше из теории вопрос. Задавайте вопрос. Алло. Ну, не хотите, не надо. Ну, что я могу сделать? Алло. Ну, задавайте вопрос. Да. Вот по уровню разделения труда, например, на телегах, помните, приводили такой, когда делают колеса и когда делают спицы, то уже большие риски возникают. Почему, я на ваших сайтах смотрел, не могу понять, почему наступает именно кризис? Спокойно бы зафиксировалась ситуация, все знают, что спицы производить рискованно и топы или их не производят, или производят на свой страх и риск. Ну, я еще раз говорю, потому что у вас, соответственно, если вы производите спицы, у вас нет никакой гарантии, что неожиданно обнаружится, что кто-то начал завозить колеса с резиновыми шинами и металлическими спицами. И все. И ваши спицы уже никому не нужны. Ну как? Ну, естественное развитие экономики. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Тут, понимаете, в чем дело? Я оттуда родом из Запорожья. И могу сказать, что обыватели, о которых вы говорите, почему они не выходят? Очень просто, потому что вы прекрасно знаете, что для того, чтобы кто-то вышел, чтобы совершили, допустим, переворот или даже просто привели нового человека к власти, необходима организация. Таковой была, мы знаем, партия большевиков. Сейчас такой организации нет, в частности, на Украине. И тем более Российской Федерации. Вот, кроме там КПРФ такой. Ну, я не знаю. Кстати, он же вам предлагает, это самое, Мельников, вступить в правительство. Как вы относитесь к такому предложению? Боюсь, что я ничего не могу вам сказать. Мне никто ничего не предлагал. А что касается, да, партии нету. Да, это правда. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, а вот она, значит, хочет Евросоюз. А насчет границ? Ведь Хрущев незаконно передал. Даже международным акцентам. Крым, Украина. Это наша земля. Перестаньте, Бога ради. Ну, что значит незаконно? Было решение Верховного Совета СССР. Кроме того, вы не забудьте, что точно так же, как Крым передали Украине, там три района Украины передали РСФСР. И для этого сделали Белгородскую область, которую там дали еще по району или по двум из Курской и Воронежской областей. И сделали отдельную новую область в РСФСР. Так что тут, как бы раз, все внутри было легитимно. Другое дело, что там были другие проблемы. Например, имел ли право СССР Виленскую область, которую он получил по пакту Молотова-Риббентропа отдавать Литве. Вот это действительно вопрос интересный. Вот. Но там есть целая куча тонкостей, потому что вообще все границы, которые были послевоенные, они были утверждены на Ялтинской конференции. Была ли легитимной Ялтинская конференция? Это тоже вопрос. Об этом уже сейчас начинают говорить западники. То есть тут много есть разных тонкостей. И в этом смысле проблем масса. Здравствуйте, слушаю вас. — Добрый день. Быстренько хочу задать вопрос. Вот Россия вступила в ЭТО, сейчас стремится, пренебрегая своим чётким суверенитетом, вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития. Зачем это нужно России? Просто как вступили в ЭТО на все позиции, кроме роста ценовых барьеров и декларирования о том, как строить россиян экономики, Россия ничего не получает? — Ну как почему? Потому что это либеральная линия, что мы должны быть, как все либеральные страны. Мы должны быть членом ВТО, мы должны быть членом ОСР и всего остального. То, что при этом для нашей экономики это хуже, это неважно совершенно. Тем хуже для экономики, потому что движение в либеральную сторону это важнее. Это примерно то же самое, что Украину тащат в Европу. Да, Украине будет хуже, да, там может быть будет голод, да, может быть будет ещё чего-то, но ничего страшного, а главное, что мы рвёмся в цивилизованные страны. Почему Европа цивилизованная? Ну понятно, что Европа про себя гонит пропаганду, что она цивилизованная, но мы-то чего поддаёмся на это? У них руки исторически по локоть в крови. И в этом смысле я не очень это понимаю. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.